Всем привет, меня зовут Юлия, попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И сегодня речь пойдет о новинках. И о новинках не только из Дрогари, из Росмана ДМ, но также и Сайхёрп, и Хаундэм, и еще Атоми, это корейская марка. В общем, я думаю, что будет интересно. И давайте сразу будем начинать. Новинок достаточно много, так что не будем затягивать. И первое, что я вам хотела показать, так как у меня сейчас не накрашены губы, специально хочу вам в первую очередь показать этот блеск от марки Trended Up. Его все сравнивают с блеском от Charlotte Tilbury, который называется Pillow Talk. Это оттенок 210 Power Shine, и мне он очень-очень понравился. Он очень красиво смотрится на губах, губы становятся как-то более объемными. Я очень люблю такие оттенки. Если вы давно меня смотрите, то у меня и помады таких цветов, и блески таких цветов. И очень хотела попробовать этот блеск. Давайте нанесем его вместе. Вот так он смотрится. Он красиво блестит. Он, не знаю, мне кажется, губы становятся более объемными, при том, что они у меня не очень-то объемные, в плане не пухлые, обычные губы. И вот, мне кажется, он очень красиво переливается. Такой приятный оттенок. Там огромное количество цветов. Там есть и очень яркие красные, и розовые, в общем, какие угодно. Но вот этот мне понравился больше всех. Так что советую. Trended Up это достаточно бюджетная марка. Продается в магазине ADM. И у меня очень много от них продуктов именно для губ. И они все мне нравятся. Следующая новинка это маска для волос из линейки Lemon Squeezy от марки Balea с моим любимейшим ароматом лимона и бутер-мильх. Я уже вам миллион раз рассказывала, что он мне очень нравится. Я покупаю специальный гель для душа с этим ароматом. Он очень приятный. Такое ощущение, что вы едите какое-то лимонное мороженое или лимонный пирог. В общем, это потрясающий аромат. Я, конечно же, не могла не попробовать. Но все остальные средства из этой линейки были. Шампунь, Аппаласк. И такие все стандартные. Пудра для объема. Но пудру для объема я попробовала от марки Balea из другой линейки. Мне она не понравилась, поэтому в этот раз не стала рисковать. И взяла вот эту вот маску. Что могу сказать по поводу этой маски? Я бы не сказала, что это именно маска. Да, она немного гуще, чем ополаскиватель. Но в плане действия, мне кажется, она работает примерно так же, как и ополаскиватель для волос. Не скажу, что она делает какой-то супер-вау-эффект. Обычная, нормальная маска. Она такого белого цвета. И, конечно же, этот аромат, он убирает все ее недостатки. В принципе, у нее нет недостатка в плане того, что она делает волосы более мягкими. Они хорошо расчесываются после нее. Но ожидать какого-то там вау-эффекта, что у вас будут блестеть волосы, будет вот такой объем, не стоит. Обычная такая бюджетная маска для волос. Следующее средство это крем для лица от марки Asom Beauty. Я долго вспоминала, рассказывала ли вам о нем здесь, именно на ютюбе, потому что в тиктоке я уже давно о нем рассказывала, о том, что он у меня появился. Но это новинка. Она есть и в DMF Rossman. Я покупала в магазине Rossman. Он достаточно дорогой, но все, в принципе, вся косметика от Asom Beauty стоит так небюджетно, я бы так сказала. Этот крем мне обошелся примерно 20 или 22 евро, но часто в Rossman бывают купоны именно на эту марку. Не знаю, с чем это связано, чтобы быстрее ее раскупали, не знаю. В общем, этот крем называется Magic Care Perfect Tint Instant Optimizer. Вот, он выглядит, я вам здесь на видео покажу, как я его наносила. Он выглядит как такой мусс. У него текстура похожа на праймер больше, чем на крем. И я не думаю, что он какой-то очень будет прям ухаживающий, будет как-то увлажнять и наполнять, не знаю, ухаживать за вашей кожей. Но вот в плане того, что он действительно magic, это прям точно. Потому что, когда я его первый раз спробовала, я была очень удивлена, при том, что я наносила его просто на вымытое лицо, специально для чистоты эксперимента. Ничего до этого не наносила. И у меня не было пор. Ну, то есть, он так хорошо их затер. У меня перестала блестеть кожа. В общем, она стала такая, знаете, матовая, равномерная. Вот я его наношу тогда, когда мне не нужно особо никуда по каким-то важным делам идти. Мне нужно там выйти в магазин, либо ребенка в садик отвезти. И когда у меня кожа в нормальном состоянии, я просто наношу этот крем. Она приобретает такой ровный, красивый оттенок, равномерный тон. И все, в принципе, я могу так выйти на улицу. Он меня полностью устраивает. И я его чаще всего использую именно в таком применении. То есть, не как ухаживающий какой-то крем, а именно как крем, который улучшает картину, общую картину моего лица, моей кожи. И он очень хорошо подходит как база под макияж. Как я уже сказала, он по текстуре очень похож на праймер. И поэтому на него очень хорошо ложится тональная основа. Любая, мне кажется. Я уже практически все тональные основы перепробовала. И с ним они хорошо держатся, не скатываются. В общем, все отлично с этим кремом. Поэтому, да, советую, он действительно фотошопит вашу кожу. Если у вас есть какие-то мелкие морщинки или очень сильно расширенные поры, их прям видно. Или просто вы хотите ровный тон кожи, то это действительно крутой крем, который правда работает. Следующий, это прям новинка. Новинка, она вот появилась буквально на днях. Я не могла, конечно же, пройти мимо. Как я вам уже раньше рассказывала, я очень часто делаю скраб для рук. Потому что мы не так много внимания уделяем именно рукам. То есть мы делаем скраб для тела, для лица, для чего угодно. Но для рук мы делаем, в принципе, только маникюр. Мажем иногда кремом. А вот так, чтобы комплексно как-то подойти к уходу за руками, я думаю, что не каждая это делает. И поэтому я часто обращаю внимание на какие-то новые средства именно для рук. И вот сейчас у марки Балео вышла такая вот целая линейка с ароматом дыни. И вся эта линейка посвящена уходу за руками. Мне понравилось там несколько средств. То есть там были такие типичные перчатки для рук. Знаете, такие масочки, которые одеваешь, руки напитываются, снимаете. И у вас такие мягенькие руки. Но были и новые такие для меня продукты, которые раньше я не видела и не пробовала. Также там было еще обычное мыло. И вот три продукта, которые выбрала я, которые мне особенно приглянулись. Первое это, я вам здесь, кстати, тоже на видео покажу весь процесс этого ухода. Первое это пилинг. Он состоит из двух частей. Вот в этой части был пилинг, и я его сделала. В этой части находится маска. То есть по задумке вы должны сделать пилинг, нанести маску, прям вот хорошенечко, чтобы все руки были прям вот в креме в этом, в этой маске. И затем остатки либо вытереть салфеткой, либо смыть под водой, либо просто вмассировать. Но я ее оставила на потом, так как пилинг от Balea у меня есть еще и в другом варианте. Вот так вот он выглядит. Он в постоянной такой коллекции, то есть он всегда есть в магазине. И мне он очень нравится. Я уже миллион летом пользуюсь и постоянно его докупаю. И поэтому сейчас я попробовала этот пилинг. Он неплохой. Там есть такие мелкие абразивные частички. И он хорошо ухаживает за вашими руками. Пахнет очень приятно, прям дыней. И после этого я нанесла вместо той маски, которая шла с пилингом, я нанесла вот эту вот маску, которая называется гель ту эль, хант маска. Если вы меня давно смотрите, то у Balea был такой гель для ног, который я просто обогтворила. Он тоже, кстати, пах очень приятно, пах персиком. И он из такого геля превращался в масло. Вот это тоже что-то наподобие. Они даже немножко похожи, мне кажется. Пахнет тоже очень приятно. И внутри, знаете, такая масса. Ну, это действительно похоже на гель, такой немножко с каким-то желтоватым оттенком. Но когда вы наносите это на руки, то прям руки становятся, такое ощущение, что они в масле. И такой вот, знаете, как будто прям вот какая-то обволакивающая пленка покрывает ваши руки. Это очень приятно. Я не могла остановиться, хотела самой себе сделать массаж. Если кто-то вам сделает массаж с этим средством, мне кажется, это просто будет космическое какое-то удовольствие. После того, как вы его нанесете, хорошенько вмассируете, его нужно смыть теплой водой. И, кстати, когда вот я начала смывать его, то он стал, знаете, таким белесым, то есть он превратился в какое-то такое молочко. И дальше, последним этапом, я нанесла сыворотку для рук. Никогда раньше не встречала никакие сыворотки для рук. Здесь, кстати, 75 мл, она вот прям с помпой, то есть она очень похожа на сыворотку для лица. И вы наносите прямо вот так вот на руки и все это хорошенечко растираете. Здесь написано, вы можете пользоваться ей по мере надобности, когда вы хотите увлажнить ваши руки, когда вам не хватает, не знаю, чего не хватает, не хватает гладкости рук. И после нее действительно, знаете, ощущение такой, ручки вот прям такие гладенькие, очень приятные на ощупь, ароматные, это 100%, поэтому да, я осталась довольна. Также еще одна новинка появилась у Альтера косметик, это натуральная косметика. Я очень мало средств у них пробовала, и в этот раз просто обратила внимание, что у них появились гидрогелевые патчи под глаза. И я их тоже уже сделала, даже один патч оставила вам, чтобы показать. Они гидрогелевые, не знаю, как вам видно, не видно, но в общем, они гидрогелевые, но они, знаете, такие тоненькие очень. И это, безусловно, плюс в плане того, что, когда вы их наносите, они очень приятно, во-первых, лежат на коже, они немножко такие, знаете, ребристые. Они очень приятно лежат на коже, и они не сползают вообще, если сравнивать их с обычными гидрогелевыми патчами, то гидрогелевые патчи у меня сползают до подбородка. Я постоянно их поправляю, это неудобно, особенно если с утра я там что-то делаю и готовлю. Эти нет, они как прибитые лежат под глазами. Я храню их, как и другие все мои патчи в холодильнике, и они отлично справляются с какими-то припухлостями, с мешками под глазами, если вы плохо выспались. В составе есть гиалуроновая кислота, биоалой вера и глицерин. В принципе, неплохой продукт, так что я осталась довольна. Следующий я также уже о нем рассказывала, это просто, не знаю, мне так нравится эта милая упаковка. Это блеск, такой шиммер от Trended Up, и я просто в восторге от этой упаковки. Вы вот так вот нажимаете, и вот здесь вылетает просто облако блесток. Это очень красиво смотрится, когда вы наносите себе на кожу, особенно когда вы одеты во что-то с открытым декольте, с открытыми руками, ногами. В общем, если у вас, например, платье без бретелек, это тоже будет просто бомбически смотреться. Это не навязчивый такой блеск. Очень-очень мелкие блесточки, и они прям красиво переливаются у вас на кожу, особенно если у вас загорелая кожа. Это просто, мне кажется, must-have лето, и плюс ко всему он еще и пахнет. Здесь так и стоит, что это пыль, ну такая шиммерная пыль, она с кокосовым ароматом. И это действительно так, он очень приятно пахнет, и на коже этот запах тоже остается по этому свету. Мне кажется, даже на волосы можно нанести, и когда вы будете идти взмахивать свои шевелюры, то будет красиво все это переливаться. Следующая у меня новиночка из магазина Хаундем. Сейчас там огроменные скидки просто. Я там уже заказывала и одежду. Если вдруг не смотрели, то вот здесь можете посмотреть. Я ставлю ссылку на как раз-таки холл из магазина Хаундем. Я люблю этот магазин, кто бы что ни говорил. Меня часто там устраивают модели. Ну и вообще в целом цены, качество плюс-минус такое же, как и во всем масс-маркетинг. Не вижу особой разницы, поэтому частенько там что-то заказываю, если мне нужна какая-то одежда. Плюс еще к этому, я подружкой зимой ездила в Зальцберг, в Австрию, и там была какая-то огромная распродажа на все бьюти-продукты от марки Хаундем. Я тогда набрала там кучу всего, и мне это все практически понравилось. И сейчас, когда у них начались скидки, то, конечно же, я заглянула в бьюти-отдел, и там было достаточно много продуктов тоже на скидках, и поэтому я себе взяла попробовать вот такую вот пудру. Тоже стоит буквально ничего. Я вам тоже сейчас покажу это все на видео. Она очень приятная. Плюс ко всему, она еще называется Powder Foundation. То есть это как бы фаундейшн, который можно наносить просто на кожу. То есть не поверх тональной основы, а прямо на кожу, либо, например, вы нанесли консилер и сверху нанесли эту пудру. Я так не пробовала наносить. Я ее наносила поверх тональной основы, просто чтобы убрать блеск и закрепить макияж. Мне понравилось. У меня это оттенок Ivory, то есть достаточно светлый оттенок. Там, по-моему, есть еще и более темные оттенки. Поэтому, да, я осталась довольна. Очень даже неплохая. Там есть еще спонжик в наборе. Удобно будет брать с собой. То есть они так и позиционируют себя, что вы удобно можете ее наносить, удобно можете поправлять где-то, если вы куда-нибудь пойдете. В общем, да, неплохое средство. Также, если говорить о Хонде, я там заказала вот такой вот консилер. Тоже поближе вам покажу. У меня это оттенок Elmont Beige, то есть это миндальный беж, можно так сказать. Он мне, в принципе, сейчас подходит. Он не темный. Я боялась, что будет слишком желтый какой-нибудь или слишком светлый. Нет, он прям хорошо подходит. Он такой, знаете, бежевый. Вот именно такой светло-бежевый. И красивенько все ложится. Вот у меня сейчас под глазами он нанесен. Я замазала какие-то прыщики. Он хорошо перекрывает. Плюс не скатывается. Плюс еще не западает в морщинки какие-то, в поры. Поэтому, да, очень даже неплохой. Он называется Cover Up Concealer. То есть он достаточно такой перекрывающий, я бы так сказала. Следующее, на что я тоже уже делала обзоры в ТикТоке, это розовая тушь. Многие меня просили попробовать ее протестить. Это тушь от Riva Loves Me. До этого я пробовала только голубую тушь. И она какая-то, знаете, такая, ну, более популярная. В моем детстве очень многих была голубая тушь. И сейчас появилась еще и розовая. Это смотрится интересно. Ставлю вам здесь тоже видео, как она смотрится на глазах. Я люблю розовые тени, я люблю розовые какие-то цвета в макияже. При том, что розовых еще у меня практически нет. Но вот это смотрится интересно. Мне понравилось. Для каких-то фестивалей, может быть, для каких-то вечеринок будет круто смотреться. Особенно в сочетании с розовыми тенями. Вот прям у нее розовая кисточка. И да, интересная вещь. Она не особо что-то там удлиняет или увеличивает объем. Просто хорошенько прокрашивает ваши реснички. И это смотрится интересно, как минимум. Следующая это новинка сайта iHerb. Я недавно тоже делала распаковку. Можете посмотреть. Там было много всего интересного. В том числе и витамины, о которых вы меня часто спрашиваете. Я там рассказывала о том, какие я там заказываю. Но сегодня я хотела вам показать этот тинт. Он просто великолепно выглядит. Очень такой симпатичный. И он прям вот красный. Но когда вы наносите его на губы, то... Вернее, когда я его наношу на губы, я беру прям пальчиком и вот так вот втаптывающими движениями его наношу. И это дает такой эффект зацелованных губ. Не знаю, как будто бы вашему оттенку губ просто добавили немножко яркости. Это очень натурально смотрится. Мне кажется, это классно будет смотреться, если вы пойдете на пляж, чтобы прям не краситься, целый макияж не делать. Но в то же время как-то немножко приукрасить ваши губки. Он просто великолепно пахнет вишней. Прям вот такое ощущение, что это какой-то вишневый сок. Прям советую. Он стоит, по-моему, всего лишь 4 евро. Единственное, да, что он представлен на iHerb. Возможно, кому-то неудобно оттуда заказывать. Но если вдруг что-то будете заказывать, то вот прям советую попробовать. Интересная-интересная вещь. Следующая, это прям моя новинка, любовь и то, что я очень сильно ждала. Это кушон от марки Atomi. Это корейская марка. И я уже давно спрашивала у Катарина. Катарина это представитель марки Atomi. По крайней мере, я с ней знакома. И она мне поставляет эту косметику. То есть, я заказываю у нее. И она мне ее для меня привозит, отсылает к ней ее. В общем, я очень давно хотела попробовать кушон. Как вы знаете, в драгории не так их уж и много. То есть, есть у марки IZANA и, по-моему, у NIVI еще есть кушон. Но и тот, и другой кушон, он особо ничего не перекрывает. То есть, он немножко выравнивает вам тон кожи. Но вот какие-то недостатки вы им особо не перекроете. Потому что я пробовала у IZANA. И вот он такой прям очень-очень легенький. В этом же случае, во-первых, посмотрите, какая упаковка классная. У вас есть кушон. Тоже покажу вам поближе. Тоже очень красиво сделано. И плюс у вас два рефила. То есть, вы покупаете как будто бы три кушона за цену одного. Это очень круто. Потому что эти рефилы вы потом просто вставляете на место старого, когда тот заканчивается. И пользуйтесь дальше. У меня оттенок 03. И я прям вот очень боялась, что он будет очень темный. Но вовремя вспомнила, что у корейцев очень-очень светлые. Даже самые такие средненькие оттенки, они все равно светлее, чем мы привыкли. И поэтому 03 оттенок мне отлично подошел. Тоже на видео вы все уже увидели. Сейчас вот он тоже на мне нанесен. Этот кушон, он увлажняющий за счет того, что в составе есть дамасская роза. Плюс он еще разглаживает морщины за счет коллагена в составе. Также он выравнивает хорошо тон кожи. Он очень круто все перекрывает. Плюс еще ко всему, он стойкий. Я с ним уже ходила и на новоселье. Недавно мы ездили к друзьям. У меня он продержался весь день, что мы там находились. А было достаточно жарко на улице. Плюс еще ко всему, у него защита от солнца 45. ПА плюс плюс. ПА плюс плюс это обозначение уровня защиты. Бывает ПА плюс, это низкий уровень защиты. ПА плюс плюс средний. И ПА плюс 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 это самый высокий. Вот у него средний уровень защиты, но здесь реально 45 SPF. То есть это очень большой фактор защиты. Это практически 50. А 50 это один из самых больших факторов защиты. Мне кажется, он самый большой в принципе и есть. Также в наборе есть вот такой вот маленький спонжик в виде такой капельки. Это, кстати, очень удобно, когда вы пробираетесь в какие-то плохо доступные места. Он хорошо наносит средства. То есть все отлично. Он хорошо втаптывающими движениями вот так вот прям, не знаю, прилепляет его к вашей коже. Но это очень долго длится. Если вы где-то, может быть, в поездке не хотите брать много каких-то инструментов для нанесения макияжа, то им можно воспользоваться. Ничего страшного с этим нет. Но я использую просто обычный спонжик от Рилотехник, от Балия, в общем, какой у вас есть, любой. И прям просто начинаю вот так вот втаптывающим движением себе наносить. Это очень быстро, очень просто. Он очень все круто перекрывает, поэтому я от него в восторге, как и от многих продуктов Атоми. Следующая новинка – это 30-секундный интенсивный кур от марки Гуль. Плюс ко всему этому здесь еще и антигель-пштих. То есть это специальное средство для того, чтобы убирать желтизну вот с таких вот осветленных волос. Но, знаете, я как-то подразочаровалась, потому что мне очень нравится линейка именно вот этих вот восстанавливающих бальзамов. Я о них уже рассказывала, мне кажется, еще зимой. У меня был такой репейер, и он очень классно работал. После него очень приятные волосы. Он очень приятно пахнет. И вот этот я пробовала, наносила на свои волосы, не увидела изменений вообще. Может быть, я мало держала, не знаю. В плане увлажнения, ухода и так далее, он также остался хорошим. Но вот в плане убирания именно этого желтого оттенка, хотя вот он такой, знаете, фиолетовый, как по идее и должен был бы быть, но что-то вот пошло не так. Либо на мне он не работает, либо я мало держала, либо он действительно не работает, в принципе. Поэтому, да, не могу вам его посоветовать, именно вот эту версию для блондинок, потому что, мне кажется, он особо не уберет вам никакую желтизну. Ну и последнее. Это вот такая вот новиночка. Но я бы даже не сказала, что это новинка, но она вышла, в принципе, в то же самое время, когда вышли все вот эти гели для душа с ароматом арбуза, который я просто обожаю. И вот прямо его до последнего растягивала. Не знаю, есть ли они сейчас в продаже или нет, но я не видела, что из этой же линейки, это линейка называется Tropical Vibes, у них есть еще и вот такой вот дезинфицирующий гель. Удобно повесить его куда-то на сумку или ребенку на его сумку с его вещами. Здесь такой арбузик, и он просто потрясающе пахнет. Теперь хочется руки дезинфицировать только из-за запаха, потому что вот когда вы его наносите, есть немножко запах спирта, но когда вы его начинаете распределять по рукам, он такой достаточно жидкий, и плюс ко всему он еще не клеится. Его руки просто пахнут арбузом. Такое ощущение, что я только что ела арбуз. Вот, и ощущения на руках становятся приятные. Он называется именно Reiningungsgel, то есть он, знаете, очищение без мыла. Есть такие специальные средства, вот это одно из них. Мне очень нравится, довольно, так что советую именно вот этот, из этой линейки. Аромат просто потрясающий. Ну что ж, это были все средства, все новинки, которые я попробовала за последнее время. Надеюсь, вам было интересно и самое главное полезно. Пишите в комментариях, чем вы уже пользовались из-за этого, что бы вы хотели попробовать. Ссылки на все те средства, которые я приобрела не в драгере, я, как всегда, оставлю в инфобоксе. Ссылку на Катарину, ссылку на косметику из магазина Хаунде, MyHerb и так далее, вы все найдете в инфобоксе. Так что переходите, смотрите, заказывайте, если вам что-то приглянулось. Ну а я с вами буду на этом прощаться. Обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, в среде у нас будет еще много всего интересного и полезного. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.